Всем привет, меня зовут Саш Сериков, это канал 21.buy, и сегодня у нас Xiaomi Poco X3. Давайте на него посмотрим. Это такой среднебюджетный китайский телефон. В принципе, Poco это такой суббренд от Xiaomi. У нас в Беларуси он стоит около 400 долларов, это 128 гигабайт памяти на борту, а еще есть версия на 64 гигабайта, и стоит он около 310 долларов. Выпускается он в двух цветах, серый и синий, у нас серый, задняя крышка пластиковая. Вы посмотрите, какая красивая, но очень сильно на ней остаются следы пальцев. Комбинированный слот для сим-карты, то есть вы можете поставить либо две сим-карты, либо сим-карту и флешку. Есть разъем 3.5, а еще есть у нас разблокировка по пальцу, датчик дактилоскопически встроен, он сюда вот в кнопочку питания. Ну и, само собой, есть разблокировка по лицу. Кроме того, у нас здесь стереозвучание, есть два динамика, один тут, один тут, то есть в любом случае два лучше, чем один, но все равно, если вы будете играть в игры, нет-нет, да пальчиками вы их и закроете. Вот такой вот блок камер здесь есть. Лично мне он кажется довольно большим и громоздким, хотя некоторым может показаться, что он даже ничего, и зато не как у всех. Классненько так, вот так тебе, вжик-вжик, в ручку прям. Неплохо. Многие хвалят виброотклик этого смартфона, и не просто ж так. Я затестил, и лично мне очень нравится, прям в ручку так, джик-джик. Уровень защиты здесь IP53, то есть чисто теоретический, с ним можно гулять даже под дождем, но я бы не рекомендовал. IPS 667, диагональ у него нестандартненько. И частота обновления, друзья, 120 Гц, что, в принципе, очень современно, модненько и круто выглядит. Это определенно лучше, чем у бюджетных телефонов без повышенной герцовки, но и определенно хуже, чем у классных новых современных крутых смартфонов с повышенной герцовкой. И это неудивительно, ведь он стоит аж на 200 долларов дешевле, чем самый дешевый Samsung с повышенной герцовкой. А именно Samsung S20 FE, он же Fun Edition. Ссылочка на обзор в описании. Частота обновления меняется в зависимости от того, что вы делаете. В принципе, здесь 50, 90, 120, да? А если вы ничего не делаете, будет там 50. В некоторых играх может быть 90, в некоторых 120, но прокрутка всегда стандартно 120. В принципе, если этого не знать, как бы, и просто пользоваться, то все, норм, как бы, ничего вас не беспокоит. Яркость экрана. В принципе, если вы такой не сильно притязательный пользователь, вам ее будет достаточно, особенно если вы живете в Питере. В особо солнечный день, мне кажется, что будет, ну, тускловато. Ну и смотрите, если прям яркость снизить до минимума и выключить свет, то видно все-таки небольшое мерцание. Что касается чтения, здесь есть специальный режим, собственно, для чтения. Разрешение экрана 2400 на 1800, и в этом плане здесь все хорошо, потому что пикселей даже не видно. То есть я вот даже прям присматриваю, снесите лупу. Нет, все окей. Процессор. Здесь Snapdragon 732G, что, в принципе, довольно мощная машина, которая способна многое тянуть. А еще здесь у нас 6 гигов оперативной памяти. В синтетическом стресс-тесте телефон показал провалы в производительности, ну и нагрелся до 40 градусов. Во время реальной игры нагрелся он еще больше, но вот играть было комфортно. Играли в Call of Duty на максималках. За полчаса процессор нагрелся до неполных 42 градусов, что не сказалось на производительности. Да и звук достаточно приятный, ну, в смысле для смартфона. Если вы там не какой-то супер-пупер-блогер и не какой-то супер-про-геймер, то он полностью закроет все ваши потребности. 5-160M-A-C. Звучит, конечно, круто. Но в нашей реальности это мы переводим на день-полтора дня. Во-первых, процессор жрет много энергии. Во-вторых, классный экран тоже хавает много энергии. В принципе, день-полтора, ребята. Так это же, как и любой другой смартфон, это норма. Есть быстрая зарядка. Прям в комплекте. Втыкаешь, и час заряжается. Все супер. Но за ту цену, за которую он продается у нас, хотелось бы, конечно, к нему еще и беспроводную зарядку. Но основной модуль, что у нас есть? Основная камера, ширик, датчик глубины, собственно, для портретов и датчик для макросъемки. Все. Я уже на Мегапиксели давным-давно не смотрю и вам не советую. Потом просто цените фоточки, которые мы на него сделали. По фото, вывод такой. В дневное время в естественном свете хорошо, в сумерках похуже, ночью же лучше смотреть вообще глазами. В основной камере стабилизация на видео цифровая. Что из этого получается, смотрите прямо сейчас. Фронтальная камера показала себе неплохо, даже нормально. Но вот на видео нет вообще никакой стабилизации и нет автофокуса, поэтому, конечно же, картиночка похуже. Оператор Серега лучше, чем Саша Сериков. Хотя бы потому, что я меньше болтаю. По видео очень чувствуется отсутствие стабилизации. Так что для каких-то статичных кадров, ну ок. А для динамичных не рекомендую. Телефон интересен. У него классный современный экран, приятный глазу, хорошая производительность, неплохие фотки. Если бы цена у нас в стране на него была такая же, как, например, в Российской Федерации, то он бы вообще не имел конкурентов. Для контент-мейкера еще и натягивает, в первую очередь, из-за качества видео. Но для уверенного потребительского пользования вполне себе. Это по-прежнему канал 21 век. Ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Может, кто-то уже им попользовался. Меня зовут Саша Сериков. Всем пока. Ну а видео с фронталочки зацените без Саши Серикова. Саша Сериков ушел за кофе. Оператор Серега лучше, чем Саша Сериков. Хотя бы потому, что я меньше болтаю.